Здравствуйте! Это программа Репортера. Я Алексей Коноплёв. И у нас сегодня премьера. В Самарском драматическом театре состоялся закрытый показ нового спектакля с участием Олега Белова. Артист, который едва не расстался с большой сценой, вновь вступил на театральные подмостки. Маэстро собрал самых преданных друзей и коллег по творческому цеху, чтобы наконец показать им постановку, которая чуть не легла в стол из-за его продолжительной болезни. О тихой премьере и том, почему не стоит опускать руки, наш сегодняшний рассказ. Чтобы театр продолжал удивлять, никакого репертуара не хватит. От спектакля к спектаклю зрители ведут актеры и их герои. Не вымученные, а живые. Настоящие и точно знающие, что даже с самой трагической историей может закончиться хорошо. Для коллег по цеху, таким во всех смыслах, героем стал Олег Белов. Придать сцену драмы из-за драмы личной он наотрез отказался. И пусть его имени пока нет во взрослых афишах, он снова и снова возвращается на сцену родного театра. Врачи мне говорят, они говорят, пойми, Олег, нет таблетки, которые бы ты выпил и все. Вот пропил там неделю и тебе сказали, Олег, через месяц или через год ты встанешь, у тебя все восстановится. Нет. Волшебные пилюли, которых так и не нашлось у врачей, Белов сумел отыскать сам. Чтобы не опускать руки перед болезнью, он лично прописал себе два мощнейших лекарства. Крепкий семейный очаг и театральную сцену. Чтобы взяться за очередной спектакль, по повести Ивана Бундина актера и вовсе пришлось вернуться на три года назад, когда ему приходилось бороться только с новой ролью, а не с самим собой. До болезни, до моей, мы его готовили в доме актеров и успели сыграть сдачу. Но со мной с 19-го на 20-е случился вот инсульт и, естественно, это не состоялось. Да я уверена на сто процентов, что все получится, что состоится. И для меня самое важное, чтобы Олег не сидел дома. И поэтому я всю жизнь его устрою так, чтобы у нас времени не было. За 20 минут до начала спектакля входа в зал уже настоящий аншлаг. Без спешки, суеты и опоздания здесь собираются друзья именитого актера и его коллеги по сцене и просто начинающие артисты театра. Они идут на премьеру пока еще не принятого и не утвержденного спектакля, который ожидаемо должен вдохновить и удивить каждого. Сегодня другая площадка, другой абсолютно по сути спектакль. Мне кажется, еще более пронзительный в связи с событиями, которые были. И герои наши повзрослели, помудрели. Я имею в виду и героиня Нины Лаленко, и Олега Белова. За несколько минут до начала спектакля зрители все еще ютятся в коридорах театра. Все это время Олег Белов продолжает настраиваться и вживаться в образ измученного, но все еще счастливого главного героя. В назначенный час гостей запускает зрительный зал. Еще через пару секунд весь этот зал замирает. Олег, он замечательный партнер. Был, есть и останется великолепным партнером по сцене, человеком, другом, коллегой. И то, что мы с ним делаем на площадке, это словами не объяснить. То есть это на уровне каких-то ощущений, каких-то эмоций. Очередной спектакль становится для Олега Белова экзаменом. И он этот экзамен сдает на отлично. Он, наконец, вернулся на сцену, с которой, по сути, никогда и никуда не уходил. Всего за месяц актер уже отыграл два спектакля. Впереди премьерный показ в Ярославле, работа на целой серии благотворительных постановок для детей и не секунды свободного времени, потому что такой сценарий он написал для себя сам. На сегодня это все. Увидимся завтра. До свидания.